всем привет это sb1813 или про сайм продолжаем реакции и что ребята наконец-то мы дождались дождались код orange те самые коды раньше на которые большие ставки лично я оставил и потом как бы говнился с того что типа вот почему ничего не пускают они таки выпустили таки выпустили аж целых два трека одним днем и сейчас будет я хотел бы тоже сказать что наверно первая реакция на самом деле не первая сдвоенная реакция то есть я сейчас буду реально делать на два трека подряд так что реакция будет большая вот но постараюсь много не болтать а вот именно больше смотреть просто 1 реакция на каких-то поп-панкеров я помню был очень там кидали в предложке вот а сейчас именно своя полноценная сдвоенная реакция на их новые треки Grooming My Replacement и The Game. Ну чего, Кудорович, я надеюсь, там будет балдеж, я надеюсь, там будет балдеж хотя бы на уровне последнего трека, который там что-то там про кровь был, в стиле робо-зомби, вот такого уже такой темы, только именно на современничьих, скажем так. Я надеюсь, будет хотя бы такое, но если я там услышу хотя бы ноточки битдауна, или вот того, что вы делали на последнем альбоме, а последних альбом, я считаю, вообще лучше, что происходило с современным тяжелой музыкой, ну, одной, одним из лучших. Я буду вас хвалить тогда, я прошу вам все вот эти, сколько, два года вы нихрена не делали, я вам все прощу, но если будет не так, то я буду вас ругать, потому что это реально та группа, которая, типа, вот она появилась, так разгорела, вспыхнула и просто куда-то пропала, и мне это так взбесило, типа, как вы могли после такого охренительного альбома, который они выпускали, потом они, конечно, альбом ремиксов еще сделали спустя какое-то время, не знаю, то ли чтобы подогреть интерес, чтобы про них совсем не забывали, но это все-таки не то, хотя альбиксы там были прикольные, но, блин, хотелось вот именно новых треков, а они ничего не делали, это прям дебильно получилось. Но, короче, короче, ладно, все, наконец-то дождались, и, кстати говоря, там новый альбом уже относительно скоро вроде как в этом году будет, так что заценим и, собственно, посмотрим сейчас какие-то, послушаем, да, там будет визуалайзер, опять же, не знаю, там, клип по визуалайзеру или просто какие-то говеные, но в любом случае главное сейчас послушаем трек и будем приблизительно понимать, что будет на альбоме, наверное, хотя Google D'Oran сложновато частенько это делать, потому что треки у них достаточно разноплановые. Поехали, короче, смотреть сразу, сразу, то есть я буду даже посмотрю сразу два трека и уже после про них сразу пробую их выставить, то есть так, сделаем так, что готовьтесь, сейчас будет очень долго-долго-долго, да хотя как долго, у них там вроде не так много они идут, но тем не менее много контента. Короче, все, го. первый трек грунт на реплесмент, даже и вокалист вроде. О, ну вот это что-то что-то в спиле Кода Оранж, я уже слышу, давайте наваливайте. Ну пока неплохо. Ничего-то сверхчего-то, но неплохо. Супер бас, опять хорошо слышно, потому что на последнем альбоме он как он был, конечно, хорош, но бас там куда-то проваливался. Не, ну вообще кочево. Так-то кочевенький рюкар. Такой прям не металлический. Хотя в целом трек такой глуповатенький, если честно. Ну опять же, может быть, фермершки с альбомом или другими какими-то треками будет хорошим. А, и он в маске, кстати, сидит, я только сейчас заметил. Вот это прикольно. Вот эти вот всякие флажелетики настоящие. Даже мне у них нравится. У них супер необычный звук просто в этом плане. Во, во, во! Вот это кудоринж началось. Все, вот, ладно, окей, прощается. Вот такого мы ждали. Во, ну теперь я доволен максимально. Вот это, вот это, вот это, это чисто фишечка кудоринж. Прям вот, да. Сразу же начинаем второй трек с геем. Так, ну, конечно, того трека мне супер понравился. Окей, посмотрим, что тут будет. Тут неплохое начало. Ну да, это пободрее уже вначале. Они как будто бы по звучанию немножко отошли. Такое более... Ммм... Такой более настоящий звук, без электроники, без вот этого всего. Единственное, я теперь не понимаю, чем их электронщик занимается как раз. Но он вроде на второй гитаре еще играет. Или нет. Ну потому что это прям вот такой металл, металл, кстати. То есть из такого именно необычного, тут скорее вот как раз жилеты и все эти ломанные моменты. Ну и всякие диссонансики, но это все было у кудоринж что? Или электронных кудоринж, сейчас скажем. Не, а вот это прям вообще охренительный страйк, всякий. Если предыдущий мне вот что-то я не понимал, он вроде Кольчовый был, но не знаю, кто-то скучный, как будто бы. Вот это прям хорош вообще по всем показателям. Он и Кольчовый, и разнообразный, и чуть-чуть хорошо, прям супер. Ну вот это, кстати, вполне себе на клип уже смахивает, такой типа тоже долбанутый. Блин, вот эти все анальсики, которые именно они делают прям напрямую на гитарах там или еще на чем-то, это прям очень хорошо. Во-во-во-во-во-во-во-во-во, опять началось. Это не под конец трека вставляют то, что умеют делать лучше всего. ну вообще на самом деле как будто бы сейчас возвращение старых добрых подорожь произойдет именно с грязным стратым звуком который мы сейчас слышим без электронных каких-то моментов без мелодичных моментов не знаю насколько это реально так ну что вот мы смотрели визуалайзеры второй из которых вполне все на клейбе же походило от группы кодоранш на треке груминг my replacement и the game я хочу сказать поздравляю вас да кто ждал вместе со мной группа кодоранш вернулась вернулась и вернулась даже с таким неким старым звучанием потому что первые сколько там у них три первые три альбома они вот звучали примерно так они звучали там то есть их последний альбом на данный момент интернет или как он там называется да вот эта синяя обложка с этим чуваком в маске он конечно офигительный он конечно офигительный я на самом деле считаю лучшим альбомом у них это но надо понимать что звук у них там совершенно другой то есть у них очень сильно звук отличается от таких скажем кодоранж обыкновенных да потому что вот на не помню как у них назывался альбом короче второй или третий альбом где они там чуть и ну реально не ведом такой хреначили но при этом уже немного с экспериментами вот так что такое было то есть там было вообще практически не было электроники и тут я кстати тоже ее практически не услышал хотя на последнем альбоме и было много вот там именно было много рифов было много вот этих флажолетов этих срактеньких но чистых фишках я понимаю потому что никто так не играет флажолетов как они вот эти диссонансы именно живые диссонанс которые прям играют с руками да опять же они не делаются на собственно не на компе там ни на что еще так что не знаю не знаю это было хорошо на самом деле я просто знаете я не понимаю это не это в целом то понравилось особенно когда услышал вот этот тот самый кодоринг да вот прям долбанутый кодоринг дополнитель размеры прям но при этом все это груво качево и прям мощненько но как будто бы как будто бы я бы хотел чтобы продолжил сандерны то есть мне бы хотелось еще такой один альбомчик вот именно с максимальным экспериментом там просто чтобы вы поняли если вы не слушали обязательно послушайте его там вот есть несколько треков где ты послушаешь и я не понимаю как вы это сделали то есть там вроде как идет гитара а вроде бы как будто она так засемплирована что непонятно это вообще играла живу не игралась у них там очень круто есть даже не свидос а вот именно продакшен именно продакшен самого альбома как это все сделано как это все звучит и надо до конца не выкупаешь что вообще это такое это гитара это вокал или что что это за партия но при этом это очень круто в остальных же треках куда раньше такого нет в своих треках они просто качевые мощные такие чуваки которые хреначь и вот в этих треках то же самое было так что есть такой осадочек того что наверное хотелось бы экспериментов еще немножко от них но возможно на альбоме они будут если не будут загадывать опять же перед и вот этими треками перед этим треками у меня как раз реакция на них есть там год назад что ли я делал трек у них выходил и вот они мелодичный знаете такой полу индастриал полу не метал ну вот как раз аля там я даже не знаю я почему-то роба зомби вспомнил потому что у них бельки вот но они такие вот типа роба зомби на сверненчик опять же и это вообще совершенно другая музыка то есть это вот тот трек и вот эти два трека это два как будто две разные группы но в этом так как бы тоже и фишка что они очень разнопланы так что какой выйдет альбом не знаю может тот сингл вообще не пойдет как бы сам альбом посмотрим но в целом в целом в целом мне понравилось мне понравилось потому что это реально супер кочевенько и не знаю прям хорошо хорошо так что причем вот именно груминг my replacement там мне начало не то чтобы не понравилось если она прям кочевая все дела но как будто бы там что-то не хватало вот именно не хватало какой-то знаете вот это вот как бы это сказать ну вот этого короче айбэ кодоранч который в конце начался где еще сказал что вот вот это все самое-самое да а вот за гейм как бы все нормально там самого начала собственно себя долбанутый кодоранч и была и еще моменте куда тоже более долбанутый ну короче в целом если брать эти два трека как скажем такой типа бум считать их таким синглом да со сторонами айбэ вот то как бы супер мне очень понравилось кодоранч вернулись будем ждать альбом с удовольствием так что наконец-то наконец-то потому что блин таллы таллы постоянно что-то делают они нет это две группы которые вот я считал такие вот именно молодые и должны толкать современный металл потому что современный металл конечно беда сейчас все эти слепкнота фиготы и так далее они никуда и все эти группы которые появляются знаете там которые распались там миллион тысяч лет назад они появляются и честно говоря делаю какую-то хренатень если на них смотришь и ну-ка без слез не посмотришь как бы так сказал ну как бы для кого-то по-разному типа лично для меня так поэтому я всегда за новые группы за новое звучание и вот чтобы такие группы как удовольствием стал и вот ну и если берем вот именно тяжелую музыку да то есть не всякие там пхк и прочее то да да так что супер будем ждать альбом и принципе наверно всем спасибо всем посмотрю как ссылочка не нравится нравится сами все знаете я думал реакция больше на самом деле получится в целом как бы я сказал все что хотел поэтому наверно все я пошел пока